И-16, Пе-2, Ил-2, ПО-2. Для людей старшего поколения эти сочетания букв и цифр нечто большее, чем просто обозначение марок самолетов. За долгие 1418 дней Великой Отечественной войны жизнь советских войнов неисчислимое количество раз зависело от моторов и оружия этих самолетов, от мужества и мастерства пилотов. Сегодня мы представляем полукопию тех легендарных машин, сделанных своими руками энтузиастом Алексеем Николаевичем Шиляевым. Самолеты выполнены из бюджетного материала и главное, что повторить сборку модели может любой человек. В коллекции представлены не все самолеты. Сейчас идет полная работа над созданием других машин Великой Отечественной войны. Сегодня мы увидим в небе легендарные самолеты И-16, Як-3, ЛАЗ-7, Ил-2. Пилотировать моделями будет их создатель Алексей Николаевич Шиляев. Первым в небе поднимается истребитель Як-3. Як-3 самый легкий и маневренный истребитель Второй мировой войны, созданный на базе Як-1. Этот самолет превосходил вражеские машины в скорости, скороподъемности и вертикальном и горизонтальном маневрах. На Як-3 летали летчики эскадрильи Нормандия Неман. Скорость последних модификаций 720 км в час. Вооружение две двадцатимиллиметровые пушки. Кроме боевой мощи, наши самолеты отличались максимальной простотой, экономичностью и технологичностью. Эвакуировав заводы вглубь страны, в короткие сроки развернули сборку крылатых машин и грозным потоком пошли на фронт самолеты. Начиная с великой битвы на Орловско-Курской дуге, господство советской авиации стало полным. Орловско-Курской дуге Сейчас вы видите, как поднимается в небо истребитель Ла-7. Основной советский истребитель времен войны. Обладая легким управлением, большой скоростью, хорошей маневренностью, Ла-7 нес мощное пушечное вооружение. Именно на этой машине трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб уничтожил 62 немецких самолета. Скорость 680 км в час. Вооружение три 20-миллиметровой пушки. Герой Советского Союза Поднимается в небо легендарный штурмовик Ил-2. Самолет, равного которому не имела ни одна из воюющих стран. Сделав фюзеляж в виде броневой коробки, которые пристыковывались к крыло и хвостовое оперение, Илюшин создал настоящий летающий танк, способный наносить сокрушительные удары по любым наземным целям. Танкам, артиллерии, дотам, блиндажам и так далее. Не случайно этот штурмовик стал самым массовым самолетом Великой Отечественной войны. Черная смерть. Так называли его гитлеровцы. Скорость 420 км в час. Давно сняты с вооружения нашей армии эти машины. Но это старое, но грозное оружие достойно того, чтобы навсегда сохраниться в памяти народа, выстоявшего и победившего в беспощадной схватке с фашизмом. С праздником, друзья! С Днем Победы! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!